да ну вот как говорится взяли тур в котором как бы все включено сказали с собой взять комплект сменной одежды и хорошее настроение но мы все равно умудрились набрать два рюкзака это я думаю что вот это я таки возьму ну в общем расклад какой едем в мигею выехали в 430 утра из днепра потому что ехать туда по нормальному пути довольно долго будем ехать через николаев тривой ров дабы сэкономить на ремонте ходовой мы за николаевом остановились выпить кофе молодые рафтеры стоят живет под ноги поехать на рафтинг я уговорил вику около трех лет и вот двадцать первом году мы таки собрались двухдневный тур в который все включено кроме алкоголя доставки на место обошелся нам полторы тысячи гривен на человека так ну вот идут туристы я полагаю что идут из лагеря а вот вывески графтинг гемпинг и это да право и так мы прибыли какое-то село короче в общем это да тут весело вот наша так сказать кемпинг у нас тут рум-тур нам идут показывать наше спальное место ну под вас две палатки так что если хотите да прекрасно можете вести свои подушки и покрывала все что брали располагаться и брали покрывала не брали я спросил где бог мне сказали как бог через дорогу поэтому мы перешли через дорогу а вот и бог и уже есть какие-то он тренировочные заплывщики так продолжаем исследовать вот у нас уже смотрите тут водичка тут уже водичка течет чуть-чуть с течением так а вот гидроэлектростанция чуть ближе так более обзорно вот такая вот станция а вот микроплотина вот илюха сидит прикольно тут вот такой вот здесь вид вот тут даже ягоды какие-то есть было сейчас баба зина сказала там египтус и нематутус но мы не знаем что это вам не это это такой вот столик сразу видно что он на территории гидростанции потому что опора ему служит огромный изолятор мигей это село в николаевской области является официальным центром водного туризма в украине а мигейские пороги являются одним из двух мест в украине где можно проводить рафтинговые сплавы связи с этим здесь просто немерено всяких баз и кемпингам предлагающих услуги рафтинга и прочих водных развлечений в данный момент мы находимся возле мельницы скоржинского это была мельница которую построили в 1888 году и она молола муку за счет движения южного буга в советское время ее переделали в гидроэлектростанцию таковой она сейчас и является так ну мы отдохнули немножко нас приглашают на обед алека что пришло вообще хлебушком со сметаной и салом что тебе дали на второе? хлоп с сочком и с помидорчиком вкусно? тут вот нашлась качелька мама наша обалдит тут Илюха попал на битву водонаполненными шариками так движение пошло народ качает лодки это вроде как наша это такой компрессор советского типа для накачки лодок типа пылесоса это и есть пылесос так народ одевается сейчас и мы будем ну шо мы практически двинулись на весло но это нас облили соседиц проплывающего мимо рафта первый порог мы одолели как было весело ну а здесь добрые инструкторы предложили нам попрыгать с вот этой прекрасной шестиметровой скалы Илюха сразу согласился, а Вика меня выгнала, чтобы ему не было скучно. Но скала выглядела реально страшно. Так, мы погнали на второй круг, точнее на второй порог. Так давай налегай на по чуть-чуть. Мы погнали! Нормально, народ, народ! Мы подъезжаем дальше. Вот, аж порожки. Люблю порожки. У нас туда типа мангровые заросли, в Украине только. Пока. А тут уже сам хочу. Я тебе сейчас купнусь. А я учился, учился. А я буду и там, и там. Я буду и на тарзанку. Помоги. 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 Я вот, весло у меня. Это Тэшка. Все, сдал экзамен. Опа. Опа. Ой, слушай, тут... Опа. Опа. Все, плитаньки, лехались. Раз, два, раз. Вот чуть-чуть. Вот чуть-чуть, чуть-чуть. Раз, два, раз, два. Нормально идем. Корягу. Отбивай. О. Все, баналь. Здесь инструкторы привезли нас на тарзанку. Ну вот все уже отдыхают, всем тяжело, всем понравилось? Конечно. Нормальная тема. Холодно, кому холодно, надо быстрее крутить веслом, махать и будет тепло. Дорога назад представляла собой лайт-версию подъема на драгобрат. Это будет наш вкусный ужин. Ну, так сказать, за первый наш сплав. Дай Бог, не последний. Руки болят, но эмоции есть. Пока мы не попробовали мясо, третий раз, как я говорил, до шашлыка. Давайте, короче, для того, чтобы завтра у нас руки не отпали и мы ездили еще раз. Так, Виктория вот несет, так сказать, допинг. Допинг, допинг, вот не видно ничего. Ближе подходи, это допинг для гитариста. Так, утром мы встали. Руки болят. Но так, в принципе, ничего. Оказывается, если ты пьяный и очень уставший, в палатке спать можно. Так выглядит Вика, которая считает, что в палатке она никогда не спит. Илюша. Че? Почему ты не ешь? Ешь давай. Никотина. А вот то, что Илья есть не хочет. Судя по лицу, Вика есть тоже не будет. К моменту, когда на второй день мы вышли на сплав, руки уже немножко отошли. Инструктор сообщил нам, что поднялся уровень воды и поэтому катание будет явно повеселей. Город, заребайся, заребайся. Да. Давай, давай. Давай, грибилия. Заребайся, заребайся, заребайся. Левый назад, правый вперед, бьем. Левый назад, правый вперед, бьем. Левый назад, правый вперед. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok